Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжаем заниматься программированием микроконтроллеров STM32. Мы с вами на одном из прошлых занятий, ну, наверное, урок был с номером 97, научились соединять наш вот такой модуль Bluetooth HT05 с контроллером STM. И после этого наш контроллер отправлял в смартфон, ну, какую-то, скажем, информацию. Это очень хорошо и сегодня, но единственное, мы научились пока его использовать только в режиме ведомого устройства. А сегодня мы попробуем научить данный модуль также поработать в режиме ведущего устройства или мастера. Таким образом мы не будем с вами трогать схему с прошлого урока. Но если у кого-то этой схемы еще нет и кто-то этот урок 97 не смотрел, то обязательно посмотрите и подобную схему соберите. А сегодня мы будем уже собирать схему отдельную и таким образом мы с вами научим наш модуль находиться в состоянии ведущего устройства или мастера и соединяться с устройством ведомым и принимать от него информацию на контроллер, к которому мы также его присоединим. То есть это будет другой контроллер, другая плата, об этом чуть позже. Но факт тот, мы должны с вами посредством беспроводной связи, организованной с помощью технологии Bluetooth, передать данные с одного контроллера на другой. То есть без проводов, без участия персональных компьютеров, каких-то локальных сетей. То есть вот такие вот у нас задачи. Ну думаю у нас багаж знаний для этого весь есть и мы обязательно справимся. Поэтому сначала мы возьмем такой модуль и пока что мы его не будем контроллеру подключать, чтобы его настроить. Ну затем настройки все эти соответственно запомнятся и тогда только мы его будем подключать к контроллеру. То есть пока мы этот модуль с вами подключим к переходнику USB TTL вот таком вот. Мне нравится FTDI. У меня теперь два даже таких есть переходника. И все так же. То есть ground к ground. Ну в общем все как на прошлом уроке. Только это уже будет модуль другой. Я с него даже не снимал термоусадку. Все у меня соединилось, все передавалось. И даже более десяти метров я с ним отходил. Все это приходило. То есть поэтому давайте подключим теперь питание. Так как у меня все тут соединено. Вот этот вот к ножке кей подсоединен. Провод желтенький. А почему белые провода? Они шли с этим модулем. Правда шли они вот так вот были. Их было шесть. Мне шесть не нужно. Я разобрал эту колодку и обычные дюпонные единичные надел оболочки. То есть мне эти провода, хоть они выглядят не очень качественно и они вроде как бесплатные приложения к модулю, но на самом деле данные провода мне очень понравились. То есть с ними меньше таких пропаданий напряжения. Ну посмотрим в общем как у нас это все пойдет. Давайте подсоединим наш переходник к USB. Затем зайдем в терминальную программу и посмотрим наши настройки. Ну у меня COM 6 у вас какой-то будет другой. Так ну на переходник нам смотреть не интересно. Мы вот тут сейчас увеличим. Ну и будем видеть в общем что я буду делать когда я буду вот этот желтый провод подсоединять. То есть ну и перейдем вот в терминальную программу. 38400 как вы помните должна быть скорость. И вот здесь поставим local echo. Ну само собой line mode. Это вы все это я думаю знаете. И пока не спешим соединяться. Переведем наш модуль HC 05 в состояние отправки команд AT. Вот на плюс. Отсоединяем питание. Отсоединяем питание. Все и модуль вот он перешел у нас вот в такой режимчик. Ну пусть лежит себе в таком режимчике. Проверим. А соединимся сначала. И так как я сейчас уже все это пробовал, а терминальная программа запоминает все наши отправленные строки. Я могу курсорными клавишами вверх вниз спокойно по ним перемещаться и заново их не вводить. То есть эти все наши команды. Ну для начала мы давайте проверим. Все у нас ок вернулся. Значит все у нас правильно подсоединено. И модуль находится в режиме приема получения AT команд. Теперь мы сбрасываем с вами. То есть вот запоминаете. Также все это у нас и вот тут написано на сайте. То есть как вы знаете сначала я думаю о проекте. Составляю проект. Затем я пишу сценарий. Чтобы мне во-первых не заплетаться. Во-вторых данный сценарий потом автоматически становится страницей на сайте. Вот такая команда. То есть здесь все по пунктам. Ну давайте это все проделаем. Мы не будем смотреть сюда, а будем смотреть вот сюда. То есть сбрасываем настройки первым делом. Сбрасываем спаренные устройства вот такой вот командой. Затем мы устанавливаем наш модуль в режим ведущего единичкой вот этой. И можно также нам теперь установить скорость желаемой. Ну давайте будем как и тот модуль общаться на скорость 115200. То есть даже и не обязательно чтобы модули были настроены на одну и ту же скорость. Они будут прекрасно общаться. То есть эта скорость это не общение модулей, а общение модуля с UART портом. Ну и теперь мы можем перезагрузить наш модуль вот такой командой. Мы видим что замигало там быстро все. Ну и теперь мы опять переведем модуль в режим приема отправки команд. Но надо было конечно разъединиться там сначала чтобы не получать такие ошибки такого рода. Не получилось. Видимо я плохо здесь. Плохой контакт у меня был. Теперь вроде бы всё получилось. Сейчас вот этот вот свет хотя бы палашу чтобы поведней тут было. А то я иногда даже не вижу это. Я освещаю просто себя чтобы с камеры. Ну проверим. Ой опять резет нечаянно. Ну работает всё. Ну теперь придётся нам опять вот это всё вот так же проделать. Ну всё. Модуль вошёл в режим приёма отправки команд. Я хотел проверить просто AT. Получилось что я AT плюс RESET. Тем самым я его перезагрузил. Ну теперь мы установим пароль. 1 2 3 4 это не тот пароль который в модуль уже установлен. Он установлен для ведомого устройства. Ну когда у нас режим именно мастера то мы пароль ставим ведомого устройства к которому будем подключаться. Вот такая вот вещь интересная. Затем если мы помним мы с вами это был у нас урок а ещё у нас был обзор до этого. Вот в этом обзоре мы с вами узнавали адрес ведомого устройства. Раз уж у нас ведомое устройство осталось то же самое, мы его оставили на той же плате, то он у нас и не изменился. То есть адреса конечно разные у всех. Нам нужен адрес для того чтобы добавить спаренное устройство. Вот где-то. Вот мы получили адрес. Вот такой мы и должны добавить. Только там будет не двоеточие, а будут запятые. В общем как вводится данный адрес. Вводится вот так. AT plus bind это то есть мы связываем наши модули. Связываем наш мастер с сливом. Вот так вот вводится. То есть тоже тот же самый адрес, но через запятые. То есть всё окей. Ну теперь что делать если мы не знаем этого адреса. Ну понятно можно ведомый модуль подключить также к усарту и узнать этот адрес. Но если это всё впаяно, то есть там ещё альтернативный способ узнавания. То есть всё равно можно будет адрес этот узнать. Не подключаясь к мастеру по усарту. Ну я не стал данный альтернативный метод давать. Я думаю если вам будет нужно, если у вас какой-то особенный модуль, который вы к усарт никак не можете подключить ведомый, то вы такую информацию найдёте. То есть у нас, потому что ситуация с вами такая, что у нас модуль ведомый доступен для настройки. Поэтому нам нет смысла изучать ту ситуацию, когда он недоступен для настройки. То есть я не стал терять время. Но вообще есть это всё. Если что, кому-то надо я дам. В личке пишите. Я пока её что не закрывал. Ну, по всей вероятности, исходя из поведения корреспондентов в личке, её всё-таки придётся в скором времени прикрыть. Теперь, значит, ведомое устройство у нас есть, связано. Но это, конечно, всего этого недостаточно. То есть опять мы перезагружаем с вами наш модуль. Но теперь уже нам не обязательно с вами его переводить в режим отправки получения команд. Можно просто добавить поддержку. То есть не вынимаю ниоткуда, питание не отключаю. Вот так вот коротким нажатием. Всё. И он будет мигать также быстро, но он будет уметь принимать и отправлять командой. Только здесь не забываем, конечно, скорость поставить уже 115200. Соединяемся. Ну и пробуем. Всё. Модуль нормально отвечает и мигает быстро. То есть вот такая вот у нас теперь ситуация. Хорошо. Теперь мы с вами добавляем пару. Это мы его связали. А теперь его... У нас же пары хранятся. Сколько-то там пар, я точно не знаю. То есть мы эту пару должны добавить. Вот так вот. AT plus pair. Считай, та же самая команда, только вместо bind pair. И скорее всего нам не ответит наш модуль, который... Вот тут око мы не увидим. То есть это вот именно так. И теперь мы на всякий случай ещё раз перезагружаемся. Мы перезагрузились. Ну и теперь можно нам включить второй контроллер. К которому у нас подключен аналогичный Bluetooth модуль, который является у нас ведущим. Вот с 97 занятий, который у нас... Этот вот пока у нас немножко подвинется. А этот модуль мы... Уже не будем мы с ним, с этим контроллером там как-то заниматься, программировать. Поэтому мы его спокойно можем подключить, ну скажем, к какому-нибудь повербанку там. Ну кто как. Сейчас я как-то поудобнее, чтобы это в камере было видно. Проделаю. Вот такой вот повербанк возьмём. Простенький. Ну и конечно как-то надо так, чтобы не допустить коротких замыканий. Вот подключили. Поймался он. Ну и тоже он у нас теперь вот лежит тут мигает. Ну пусть он лежит мигает. Я думаю вот так он нам мешать не будет. То есть наша задача сегодня их связать. Вот. Ну. Наша задача уже близка к выполнению. То есть наши модули связались. И как мы видим у нас... То есть они будут автоматически связываться. Есть там вариант, то есть связать их, чтобы не автоматически. Можно делать так, чтобы запрашивался пароль. Ну мы этого делать не будем. Наша задача именно проверить по воздуху, что у нас всё нормально передаётся. Всё. У нас пошли с вами строки. Всё это прекрасно. Но на усарте смотреть очень хорошо. То есть в терминальной программе. Но ещё интереснее всё это конечно посмотреть где-то ещё. То есть вообще как-то не использовать компьютер. Поэтому мы возьмём с вами вот такой вот дисплей. Пока мы давайте отключим все эти наши усарты. Просто мы увидим, что это не так просто строка-то сегодня. А она именно приходит откуда-то. Вот. Мы с вами пока усарты с нашим модулем отключим. Этот уже видит, что нету никакого мастера ведомой. То есть и мигает быстро. То есть вот так. Ну можно взять вторую плату тоже 103. Но у меня к сожалению такой платы под рукой не оказалось. У меня вот такая вот 303 Nucleo. Тоже она маленькая. Но цена у неё не совсем конечно маленькая. Но факт тот, что работает. Ну цена не маленькая. Во-первых там полная поддержка STM на неё. То есть потом здесь что хорошего есть. Хорошее есть здесь то, что не нужен программатор. То есть очень удобно. Не нужно нам подключать вот такой вот программатор с вами к ней. Есть ST-Link. То есть напрямик к USB и пожалуйста программируйте себе на здоровье. То есть дальше как мы видим тут вот во весь экран у меня лежит вот такой вот дисплей до боли. Знакомый нам. Мы уже с ним работаем уже 800 лет. Через переходник он будет подключен к данному модулю. К шине I2C. Ой к модулю. К отладочной плате. Вот к этой. Через шину I2C. К соответствующим вот проводам. То есть здесь SCL, SDA и к именно 5 вольтам. То есть есть здесь выход 5 вольт. Ну просто почему бы его не развести раз всё равно мы питаемся от USB. Видимо так и сделано. Ну ещё мы будем включать кварцевый резонатор. Лучше всё-таки с кварцевым резонатором. И чтобы его кварцевый резонатор здесь можно было использовать. То есть здесь немножко надо было поколдовать. Тут есть кое-какие резисторы на плате. Я точно не помню какие-то вот может быть из этих или из этих я перепаивал. То есть там нулевые резисторы, перемычки. Её с одного места спаиваешь и впаиваешь в другое. Может где-то вот тут. Они очень маленькие. То есть я всё это проделал. Всё это в даташите на вот такие платы всё пишется. Хорошо. Вот сюда вот это я уже вывел провода куда будет подсоединяться наш Bluetooth модуль. Пока мы Bluetooth модуль не подключаем вообще никак. То есть нам же пока стоит у нас задача. с вами другая немножко. Задача стоит такая, чтобы пока научить нам его работать с дисплеем и кое-какий ещё функционал для дисплей для нашего добавить. Поэтому берём с вами вот такой зелёный провод. Ну не потому мы берём, что он зелёный конечно. Это всё шутки-шутки. А потому что нужен здесь микро. Уже USB не мини. Обычно наши последние встроенные стылинки использовали разъём мини-USB. А вот этот будет использовать микро. Ну и сам маленький конечно наш контроллерный борт. Ну вроде бы подсоединились. Всё. Мы уже не будем смотреть на контроллера. Будем смотреть больше как-то на дисплей. Ну пусть у нас тут ведомый лежит рядом мигает. Причём так даже наверное и красивее. Ну понятное дело вот этот вот наверно нам терминальная программа. Ну мы её оставим с вами. Вот это всё сотрём. Возможно она нам понадобится для ведомого. Не знаю. Скорее всего она нам вообще не понадобится. Но ничего она. Память у нас всю не съест. Запускаем. Тогда мы соответственно Cube MX понятное дело. Что ж нам ещё остаётся делать. Создаём новый проект. Ну конечно надо выбрать контроллер. Не четвёртый у нас. Третий. 303. И на данной плате у отладочной всего 32 контакта. Поэтому LQFP 32. Ну зато на ней прекрасно отлаживать будущее устройство. Которое потом можно будет спаять своими руками. Потому что 32 контактный контроллер он очень так сказать невелик. И не сложно. То есть его будет паять. Ну что ж. Выбираем наш K8. Вы можете использовать любую плату. Абсолютно любую. То есть подключать дисплей. Главное чтобы был USART. Других задач то и не нужно чтобы она выполняла. Чтобы у ней был управляемый USART. Самое главное. То есть подключаем мы что тут. Отладочек наш. RCC у нас керамический резонатор. Потом I2C. Включаем. Только единственный вот этот вот у нас задействован. PA15 через него ST-Link идёт. Поэтому мы его переопределим вот сюда вот на PB6. И PB6, PB7 мы уже подключаем. То есть на этой плате там не написано ни PB6, ни PB7. У неё там в общем распиновка идёт ардуиновской. Ну есть таблица соответствий. То есть вот тут вот я её показал там чуть позже. Вот она. Она существует. То есть ну всё есть к плате обязательно. Отлично. Ну и понятное дело нам нужен USART с вами. Потому что иначе как мы будем с модулем общаться. Ну и вроде бы… А нет. Это ещё не всё. Давайте на всякий случай вот этот вот сделаем output. Здесь у нас светодиод. Ну и дальше идём конечно в Clock Configuration. Здесь всё правильно у нас на 8 МГц кварцевый резонатор. Переключаемся сюда. Ставим 72 жмём табулятор. Всё у нас тут встало. И идём в Configuration. Вот у нас тут I2C. Ну с I2C тут вроде всё нормально. Проверяем что сотня здесь. И больше нам ничего тут не надо. Себе битный адрес. Всё правильно. Всё хорошо. Но это у нас так с вами дисплей настроен. То есть мы не будем писать заново в библиотеке. Мы их уже в своё время написали. Мы до них ещё доберёмся. А вот USART почему тут такого вот контроллера. Он… Вот такие вот у него настройки по умолчанию. Некоторые забивают про них. Думает что там всегда будет 115 200 и будет 8. Не будет там 8. И не всегда будет 8. Когда будет, когда не будет. Ну нам понятно надо включить прерывание глобальное. Так как мы будем байт принимать и дожидаться. То есть он же у нас мастер. Он будет принимать от ведомого. Пока ему ведомому назад он ничего не будет отправлять. Но это мы ещё успеем. Мы полноправный какой-то обмен организуем. Сегодня мы будем с ведомого передавать те же самые строки. Но чтобы нам просто не переписывать проект. Он у нас уже там готовый. И они уже отправляются. Мы не будем трогать. А когда-то мы может быть к этому модулю подключим какой-нибудь датчик влажности, температуры или ещё что-то такое. Мне интересно подключить DS18B20 и вынести его на мороз. Уже начинают с мороза. И померить температуру отрицательную. Как вот он себя будет при отрицательных температурах. Вот такая вот у меня есть затея. Отлично. Всё. USART настроили. И идём вот сюда вот. Вот где вот этот самый USART. Включаем. Поменьше приоритет. Но цифра больше. Приоритет меньше. Иначе у нас дисплей работать не будет. То есть он начинает конфликтовать с ITUSI. Ну вот почему-то так. Я вот спасся именно таким вот снижением приоритета. Ну всё. Настройки тогда. Сегодня мы вполне можем воспользоваться кейлом. Потому что я не думаю, что мы тут превысим его рамки дозволенного. Бесплатного. Но тем не менее. Вот стек с кучей мы хотя бы удвоим с вами. Ну здесь опять же HC. Как всегда 0.5. Вот такой модуль у нас. Только давайте наверное всё-таки нижнее подчёркивание. Master. Ну будет мастер. Был у нас slave. Теперь будет мастер. ОК. Генерируем. И откроем проект. Заходим. Проект. Программатор авторизет. Ой. Единичка оптимизации. Ну это такая рутина. Её делать нужно. Ну попробуем собрать. Ну пускай тут проект собирается. Мы вот сюда вот зайдём. И из проекта урока 22 I2C LCD80 мы попарно все вот наши LCD по папочкам разложим. LCDH и LCDC. Разложили. Ну и здесь вам не System Workbench. Здесь нужно C файлы подключать. Там наоборот вот в случае с каким-то там бывает C файлы которые нежелательно компилировать. Но они чтоб были. Они как include работают. Вот там наоборот их надо отключать. Здесь не надо. Их просто не подключаешь и всё. Ну понятно у нас будет ошибочка. И по ошибочке мы зато с вами прекрасно попадём в файл LCDH. Ошибка она ясна. Потому что у нас третий. Ну и плюс ещё к этому мы с вами добавим библиотеку по работе со строками. Мы немножко с вами поработаем со строками. Ну ещё у нас здесь вот я копировал. Тут вот изменил. А комментарий не изменил. То есть немножко эстетику внесём. Подправив комментарии и сделаем их именно актуальными. В данной строке которую они комментируют. А то они совершенно у нас не то с вами комментируют. Ну и что ж. И теперь мы с вами идём в LCDC. Копируем вот отсюда include LCDH. И в main C. Таким же образом мы подключаем нашу библиотеку LCD. Вот и отлично. Ну давайте в данной части мы хотя бы пусть следующий будет покороче. Мы лучше на 2 разобьём. Чтобы не утомительный урок был. Мы хотя бы научим сегодня с дисплеем работать. Ну практически уже признаться мы его научили. Осталось только проверить. Ну что мы сделаем. Код у нас уже тут готов. Добавим вот такую строку. А ну прежде чем мы её добавим. Ну можно не прежде. Можно пока добавить строковый массив. А вот здесь вот аналогичный строковый массив в LCDC мы уберём. То есть теперь у нас я думаю всё тут скомпилируется тоже. Никуда оно не денется. И мы с вами проинициализируем наш дисплей. Ну вот тут вот после всех основных инициализаций Холовских. Вот. И начнём принимать байт. Ну понятно зачем это делается. Иначе усарт его не начнёт принимать. Если он придёт он просто не примется. Усарт не знает что мы собираемся принимать от него байт. Ну и всю вот эту проверку мы с вами воткнём. То есть мы позиционируем на 0.0. Вводим строку string1. Потом позиционируем на 1.4. Тут наоборот у нас. То есть вот эта строка это столбец. Вводим string2. Ну и так далее. То есть проверить нужно нам дисплей работает ли. То есть мы всё правильно подключили. Всё правильно написали. То мы увидим с вами вот такую вот картину. Я надеюсь она всем прекрасно видна. То есть дисплей у нас работает. Ну осталось нам лишь подключить модуль Bluetooth на усарт. И организовать приём данных с данного модуля. Потому что модуль то данные начнёт принимать. Но мы должны их принять теперь в контроллеры. Ну и тем самым мы займёмся с вами в следующей части. Которая выйдет скоро. Чтобы узнать когда именно. Вы просто-напросто подписываясь на канал. Не забывайте включить приём уведомлений. Также пишите комментарии. Я их не закрываю. Также их пишите и в группы. И на форум. И на сайте в комментариях к блогам моим. То есть везде пока всё это открыто. Ну может быть и не пока. Может я и не буду. То есть мне комментарии они помогают. И вы. Большое вам спасибо ещё за то. Что вы мне помогаете ошибки иногда находить. До того уже глаз замыливается. Что допуская ошибки. Порой они может быть просто этот функционал не используется. А ошибки есть. И если вдруг начинает использоваться. То они выявляются. И вы их раньше меня выявляете. Это очень прекрасно. Вам огромное спасибо за это. Также пользуюсь случаем. Огромное спасибо тем кто меня поддерживает материально. Кто. То есть есть как вы знаете в описании каждого видео. Не только ссылка на другие видео. Ссылка на уроки. Какие то уже. То есть на тот же самый урок. Либо на ту же самую часть урока. Уже в текстовом варианте на сайт. И туда же ссылка ведёт ещё и к исходнику. Также есть мои платёжные данные там. И очень ну немало. Народ откликается. Понимает как тяжело всё-таки работать абсолютно бесплатно. И помогают мне. Это огромное преогромное им спасибо. То есть я рад. Я даже не думал что столько будет много. Затем спасибо ещё огромное тем кто. Ну будем говорить тоже материально помогают. То есть помогают мне железом. То есть вот эти все выплаты видите. Практически вот эту вот нуклеу. Я её сам не покупал. То есть мне её прислали. Спасибо огромное тем кто присылают мне данные запчасти. Даже я бы не побоялся сказать что если бы этого не было. Я возможно бы уже здесь бы не присутствовал в этих блогах бы. Я бы давно уже забросил. То есть это нереально купить самому. То есть огромное спасибо. Также жмите кнопочку мне нравится которая находится под видео. Если вам понравилось данное видео. Всем пока. Всего хорошего. Всем доброго здоровья. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok